Помолимся. И спаси, блаже Душа наша. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия по Слову Твоему. Не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от истины. Сохрани нас в любви и согласии единомыслия. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Противосектантские материалы. Тема на прошлом занятии была начата «Католицизм». И вот часть первая под заголовок был. «Был ли апостол Петр главой апостолов и наместником Христа?» Разбирали этот вопрос. И дальше продолжаем разбирать. Сегодня 11 января 2019 год. И дальнейшие слова Спасителя трудно примирить с главенством апостола Петра. Следуя за учителем, увидев Иоанна, апостол Петр спросил. А он что? И в ответ услыхал. Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. Трудно предположить, чтобы Спаситель сказал так тому, кого он назначил своим наместником и князем апостолов. Если приводимые римскими католиками места из Евангелия не подтверждают, как мы видели, того, что они хотели бы доказать, то есть, главенство апостола Петра. То, с другой стороны, есть целый ряд таких мест, которые показывают невозможность допущения мысли об этом главенстве. Достаточно остановиться только на двух местах. Евангелист Матфей повествует, что однажды ученики приступили ко Христу и спрашивали, кто больше в Царстве Небесном. И что Господь по этому поводу дал им наставление и, между прочим, учил, как нужно поступить, когда возникает между ними распоря. Сначала надо попытаться уладить эту распорю между собою. Если не удастся, то обратиться к посредничеству одного, двух или трех свидетелей. Если же и это не удастся, то надо передать дело на суд Церкви. Церковь, по слову Господа, есть последняя инстанция. Непослушавший Церкви становится для ученика Христа, как язычник и мытарь. Евангелие от Матфея, 18 глава, 15-18 стихи. Если же согрешит против тебя брат твой, подойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердить всякое слово. Если же не послушает их, скажи, Церкви. А если и Церкви не послушает, то будет тебе, как язычник и мытарь. Если бы к этому времени апостол Петр был назначен князем апостолов, наместником Христа и непогрешимой главой апостольской церкви, то, кажется, естественно было бы ожидать здесь упоминания о нем. Римский Папа, которого католики признают преемником апостола Петра, считает себя даже выше соборов, представляющих всю церковь. Другой случай рассказывается тем же Евангелистом Матфеем, 20 глава, 20 стихи. Когда приступили, тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых, сыновьями своими кланяясь и чего-то прося у него. Мать сыновей Зеведеевых, а затем, по словам Евангелиста Марка, 35 стих, тогда подошли к нему сыновья Зеведеевых, Аков и Иоанн, и сказали, Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем просим. Заведеевые, Аков и Иоанн, может быть, поощренные особенным вниманием к ним и апостолам Петру, и апостолу Петру со стороны учителя в день преображения, в других случаях просили Господа посадить и в будущем царстве своем, одного по правую руку, другого по левую, то есть предоставить им первенствующее положение. Остальные 10 учеников, услышав об этой просьбе, вознегодовали. Матфея, 20 глава, 20 по 24 стихи, прочитаем. Тогда приступила к нему мать, сыновей Зеведеевых, сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И говорит им, чем же вы будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься? Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому готово на отцом моим. Услышав, все прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. Подобный же спор о первенстве среди двенадцати апостолов по свидетельству Евангелиста Луки был и на Тайной Вечере. Кто из них должен почитаться большим? Лука 22, 24. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим? Само собой, разумеется, таких споров не могло бы быть, если бы апостолам известно было бы о главенстве над ними Петра. И следующий подзаголовок – свидетельство деяний святых апостолов и апостольских посланий. Приведенными соображениями достаточно доказано то, что римские католики напрасно ищут в Евангелии подтверждение их средневекового вымысла об апостоле Петре как векарии и наместнике Христа. Евангелие свидетельствует против них. Но, может быть, главенство Петра не проявлялось при земной жизни Христа? А может быть, по Вознесении Господа Петр вступил в роль его наместника и князя апостола? В том, что произошло после Вознесения, повествуют нам деяния святых апостолов и апостольские послания. Изучая внимательно эти новозаветные писания и, в особенности, те места в них, где говорится о взаимоотношении между апостолами, мы видим совершенно ту же картину, что и в Евангелии. То есть, прежде всего, полное равенство учеников Христа в правах апостольства. Мне даже и намекан на то, чтобы кто-либо из них повелевал, а другие подчинялись, чтобы кто-либо был учителем, главою, начальником, а другие его учениками, помощниками. Каждый действовал совершенно самостоятельно, а подчинялись они все только собранию апостольскому. Первым делом апостолов, когда они остались одни и без своего божественного учителя, было избрание вместо Иуды двенадцатого апостола. Избрание и поставление двух достойнейших кандидатов было, несомненно, делом всех одиннадцати. А избрание достойнейшего из этих двух представлено было жеребию, то есть воле Божией. Поставили двоих, Иосифа и Матфея, и помолились, и бросили о них. Жеребие выпало жеребие Матфеи, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. Книга Деяний, первая глава, двадцать три, двадцать шестой стихи. В день Пятидесятницы все апостолы без исключения одинаково исполнились Духа Святого. На всех почили огненные языки, все начали говорить на иных языках. Все одинаково совершают знамения и чудеса, и великая благодать была на всех их. Поставление диаконов было также делом всех двенадцати апостолов. И избрались Стефана, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая, антиохийца. Их поставили предапостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Негодяний, шестая глава, пятая шестой стихи. Правда, и в период апостольский, как и при земной жизни Спасителя, некоторые апостолы по своей деятельности и по своему положению выделяются из среды своих собратьев. Петр, Иоанн и Иаков, брат Господень, проявляют усиленную деятельность и, по-видимому, пользуются особенным почетом и уважением среди христиан и навлекают на себя особенно непримиримую злобу со стороны врагов Христовых. Позднее к ним присоединяются и, можно сказать, превышают всех их своей неутомимостью и плодотворную миссионерскую работу апостол Павел. Что касается апостола Петра, то верный своему пламенному характеру, он по-прежнему обычно выступает вперед и часто говорит от лица всех или нескольких апостолов. По его предложению был избран двенадцатый апостол вместо Иуды. Он за всех говорит в день Пятидесятницы. Он осуждает Ананию и Сафиру. Он обличает Симона. Он обращает ко Христу первого из язычников Корнилия Сотника и так далее. Но еще яснее, чем в Евангелии, в Деяниях и Посланиях подтверждается православное учение о том, что в Иерусалимской христианской общине и общине век апостольской, как и при земной жизни Христа, не было. И не могло быть никакого наместника Христа, никакого князя апостола. Не мог быть таким наместником и князем, и апостол Петр, как показывает вся история его отношений к другим апостолам. Вот несколько примеров. Филипп. Один из семи диаконов проповедовал в Самаре и многих обратил ко Господу и совершил над обращенными таинство крещения. Но так как он был диакон, то он не мог совершить второго таинства. И для этой цели находившиеся в Иерусалиме апостолы послали к самарянам Петра и Иоанна, которые и возложили руки на крещенных, и они приняли Духа Святого. Деяния 8 глава, 12 по 17 стихи. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием, о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа. И, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Таким образом, Петр наравне с Иоанном исполняет поручение Иерусалимского собрания. Является простым делегатом апостолов, что едва ли мирится с идеей его главенства. Трудно предположить, чтобы католические епископы на своих собраниях могли давать какие-либо поручения Папе и посылать его куда-либо для совершения таинств. Апостол Петр обратил ко Христу Корнилия, сотника и бывших с ним. Это был первый случай крещения язычников. Об этом узнали апостолы и братья бывшие в Иудее. И когда Петр возвратился в Иерусалим, христиане из Иудеев упрекали его в этом поступке. Только когда апостол в оправдание свое рассказал чудесные обстоятельства указанного события, они успокоились, найдя, что он поступил правильно. книга Деяний, глава 10, 10 стиха. «И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстое неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему. «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Подобный же упрек только в обратном смысле получил Петр от апостола Павла. В Антиохии Петр и Павел не чуждались общения с христианами из язычников, но когда прибыли из Иерусалима, посланные апостолом нааковым христиане из иудеев, то Петр стал таиться и устраняться, опасаясь этих последних. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Тогда Павел при всех сказал Петру, «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Галатам, 2 глава, 6 по 21 стихи. Такого рода упреки едва... Такого рода упреки также едва ли мирятся с положением апостола Петра, как наместника Христа и князя апостолов. Наиболее ясным доказательством того, что апостол Петр не был наместником Христа и главой апостолов, служит апостольский собор, по образцу которого созывались и все последующие соборы. В Антиохии возник спор, должны ли язычники, желающие принять христианство, исполнять закон Моисеев. Антиохийские христиане не осмелились сами решить этот высокой важности вопрос, имевший значение для всей судьбы христианства. Они посылают апостола Павла и Варнал в Иерусалим к апостолам и пресвитерам, а не к наместнику Христа и главе апостолов, хотя в это время апостол Петр, несомненно, был в Иерусалиме. Там они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверзть дверь язычника. Апостолы и пресвитерами собрались для рассмотрения этого дела и по долгам рассуждений, то есть после того, как уже многие высказали свое мнение, произнес речь апостол Петр, затем говорил Павел и Варнал, и наконец в заключение выступил Иаков, и именно в предложенной им редакции составлено было решение апостолов и пресвитеров со всей церковью. Книга Деяний, 15 глава, с 1 по 31 стихи. Прочтем. Некоторые, пришедшие из Иудея, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие, немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павла и Варнаве некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же Иерусалим, они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверст двери язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. В долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, дарвав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами ими, и верою очистив сердца их». «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников Иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня». Сим он изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано. «Потом обращусь и воссоздам скиню Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. «Ведомы Богу от вечности все дела его, посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленные крари, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Тогда апостолы и присвятели со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавой именно Иуду, прозываемого Варсаву, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее. Апостолы и присвятели и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. По элику мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души своей за имя Господа нашего Иисуса Христа. И так мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого времени более, кроме сего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы. И так отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. А они же, прочитав, возрадовались о всем наставлении. После апостольского собора 51-го года ученики Христа разошлись во все концы мира с проповедью Христового учения. Все, что сохранили нам об их деятельности, новозаветные писания и древние предания, доказывает с несомненностью, что никакой земной главы, никакого начальника или наставника среди них не было. Никаких предписаний, ни от кого они не получали, и ни за какими советами или инструкциями никому не обращались. Если же христиан времен апостольских, всех мест и народов, составляли все же единую, нераздельную церковь Христову, то это потому, что их всех связывало единство неедимого, но всегда с ними пребывающего главы Христа. Единство веры, единство таинств, единство благодати Духа Святого, одушевлявшее всех верующих. Проходя с проповедью Евангелия по городам и весям, апостолы основывали всюду первые христианские церковные общины и ставили там епископов. Так апостол Петр, несомненно, основал церковь в Антиохии и рукоположил там первого епископа Еводия. Был он и в Риме, где и скончался мученическую смертью. Но по всей вероятности, еще раньше его был в Риме апостол Павел, который, собственно, и является основательным римской церкви. Он же, вероятно, рукоположил и первого римского епископа Лина. Православие и католичество, Протереи, Николаев, Сахаров, Париж, 1926-1997 года. Ну и здесь вот стихотворение Тютчева. Дальше, я не знаю, читать, не читать. Так, вопросы по прочитанному. Пожалуйста, задавайте. Так, вроде, все понятно. Ну, хотел вопрос задать. Ну, все казалось понятно здесь. Места Писания, все. А почему они всегда на своем все равно стоят католики? И они ни от чего не отказываются? С ними же беседы проводились. Православные проводили с ними беседы. Чего не хватает нам, чтобы доказать, что мы правы? А не они. Все равно миллион католиков, а то и больше, целый миллион, они как есть, так и есть. Они сильно-то в дискуссии не вступают даже. Но при чем здесь католики? Говорят еще так протестанты. Ну, не только протестанты, сами католики. Когда Мартин Лютер 95 тезисов прибил церкви на воротах, и потом они разошлись везде, печатали брошюры, эти 95 тезисов против индульгенции и так далее, против обмерщения церкви, то после этого католики через некоторое время пересмотрели, пересмотрели то, что про них сказали, и от многого они отошли, и это послужило к тому, что если во Франции были раньше протестанты, помните там защита Ла Рушеля, это начало 17 века, 1600 года, было много очень протестантов, которые гражданскую войну начали против католицизмов во Франции, а теперь нету, там нету протестантов во Франции практически. Франция вся католическая, как и многие другие страны. Очень много провинций и княжеств вернулось в католицизм и в Германии, и в Австрии. То есть они действуют, католики-то, еще как, еще и гуниаты есть православные, то есть они туда долезли. Не помогло знание Писания, значит, или просто не знали этого Писания? Так, ну давай, брат Игорь, когда тихо нечего дадим ответить на этот вопрос. Давай, давай. Это точно вопросы? Никак не... Вас просят ответить. У меня уже снято здесь. Прямо слышно так? Да, хорошо слышно, отвечайте. Так, Сергей Павлович, ты здесь? Я здесь. Я несколько раз маящил тебе рукой, ты меня не видел? Я вас не видел, я читал. Я предупреждаю, надо говорить, я не вижу никого, я читаю текст, кроме текста я не вижу ничего. Меня остановить можно только словом. Ну, когда читаешь, чтобы глазом моргнуть в сторону мою, на это ничего не надо. Я когда насчитывал златоуста, я все время смотрел на улице, стоит ли машина, то есть следят и КГБшники за мною. Притом постоянно, это не мешает. Ты просто маленько повнимательный. Дело в чем, когда ты начал читать, первые 4 минуты сделал 5 ошибок. Я в прошлый раз просил, будь внимателен. С такой скоростью гонишь, такой страшной силы материал, и на одном, как будто куда-то торопишься идти. Прям как лента пулеметная идет. Я это знаю, писал, и несмотря на это, я не могу следить даже за тобой. Мысли огромные. Остановился, вздохнул, спросил, ничего нету, промолотил и все. Считаешь хорошо. Дальше у тебя ошибок стало меньше. Некоторые слова прям пропускал. Мне этот материал, то он из сердца, я им жил. Не надо так. Этот материал придется еще раз пройти потом. Этот материал касается почти миллиарда, почти миллиарда католиков. А мы к нему как будто лишь бы со счетов сбросить. Теперь вопрос, а почему они не принимают? Так на этом весь рассказ-то состоит. Главное, вот это главенство, власть. Владимир Ульянов сказал, грош цена той революции, которая не может себя защитить. И обошлось это в 100 миллионов голов. О чем предсказал Федор Достоевский. Вот так. И поэтому тут тысячи доводов. Он понимает, разговариваешь с ним, там с кардиналом где-то. Он понимает так, но назад он не может взвинуться. Это значит признать, что он никто. Вот попробуй сейчас, закажи, допустим, патриарху. Вот сейчас такой ролик выставили. Все, что патриарх делал, сегодняшний патриарх, откуда его миллиарды, миллионы долларов. Сейчас насчитывают у него около 6 миллиардов. Показывает, откуда происходит. Откажется он от этого? Вот и все. Здесь у нас в Барнауле была такая история печальная. В Кытманово, Кытмановский район, служил один священник. Отец Владимир Стуртаев. Ну, на новом месте что ему надо? Машину. Надо дом. Он это все начинает переводить на кого-то. На жену, то другое. То есть он уже отходную готовит, но назад никак. Епархия подала на него. Его арестовали, доказательств много, посадили. Я хожу в тюрьму, встречаюсь с ним в камере. Тут он отец Владимир, а там Вовка, иди, к тебе тут пришли. Вот этот Вовка, теперь я прошу следователя вызовить его отдельно из камеры в следственной комитете. там ну, такое место есть. Здесь следователи работают, следственный отдел, и мы с ними побеседуем. Следователь был доволен очень, но когда он пришел, я стал говорить с ним. А он о нас хорошо все знал. Он недалеко был. Я ему доказываю, согласно Слову Божию, согласно правде, сколько он взял. Вот. И надо все отдать. Епископом был Масендич Антоний. Против него тут такое было. Его сестра, узнав, что я не имею к нему доступ подследственному, а это никто не имеет, а у меня был доступ, она стала ходить на занятия в университет, что-то передавать, передавать, что описально можно было. Я ничего не делал тайно. Вот. Я с ним беседую, преследователи. Ну вот это вы незаконно взяли. Ну вот. Но я ему доказываю, что вот это вот так-то и так-то. Бумага ваша оставлена на того-то. Об этом с вами не было договора-то. Епископ знает, что здесь священник. Ты готовишься бросить, уйти их? Да нет. А зачем ты на себя, от себя на другого занялся маркетанством? Скот закупать или там скот там мясо в мясо превращать и продавать? То есть он потом организовал специальную фирму и назвал ее Красный Дракон. Вот надо же поп еще он ковать. Разные там решетки и проще. Кажется, у КГБ вся ограда, он ковал ее тут. Это я попутно говорю. Дальше будет статья одна. Статья в их газете и мне показали. Как я беседовал, ничего в статье не искаженное. Он понял. Исследователь говорит, но как только проповедник вышел, он совсем согласился. Надо отдать, надо попросить прощения, но только проповедник за дверь вышел, он сразу, его, видимо, следователь сказал, ну так все доказано тогда, что я с тобой буду тут, будем решать уже вопрос теперь дальше. Он говорит, нет, как так, мое я отдам. То есть он уже заглотнул. И теперь это надо вытаскивать, это большую рыбу ловит, когда она как якорь. Удочка одна, у него в три стороны большие такие крюки. Ну удочка так же, с жаброй, все. Она заглотнулась у него, его не вытащишь. А на этом все. Миллион монахов. Повторяю, миллион. Это не две тысячи. Это все пересматриваться должно. Кардиналов столетие шло о том. На этом все стояло. Тысячелетие. А они никак. Ну кто же от этого так просто отказывается? Это не просто так. Ответа никакого нет. По частям с ним беседуем. Допустим, сидит пять кардиналов. Меня вызвали, я беседую с ними, я к примеру говорю, к примеру. Потому что у меня с другими было, с мусульманами, с имамами, так беседовал. Они ничего не могут возразить. Они молчат. Будет принесено покаяние? Какое покаяние? Что нет главенства Папы. Ну как нет? Он же святейший отец. А откуда у него это звание? Кто ему дал? Что наместник, князь. Там у него перечисление идет на полстраницы. Он там первоиерархи. То есть по частям я раскладываю весь материал согласно. Когда общий результат, это идет от самого Папы, эти законы, которые принимаете, и вот эта непогрешимость в догматах веры. Нет этого нигде. Все могут ошибаться. Все лишены славы Божьей. Нет правильного. Нет ни одного. Я считаю Псалом 13, 52. Согласен со всем. Но я говорю прямо вот этот Папа Иоанн Павел VI. Ну, я при нем, как Папа. Я говорю, вы признаете, что он святейший? Конечно. А на каком основании? А за ним вот это, это числится. Вот у нас материал к истинному православию. Повторяю, там две темы конкретно. Гордость папства. Перечисляются Папы. Какие были? Как они там любовницами кидались? Как кого приговаривали к смерти? Папы. И они не возражают. Это взято из архивов. Это не игрушка какая-то. Это огромная-огромная работа, которая проведена была не мной, кем-то. Я уже готовый труд брал. Я не умею читать по-латински. Это все с оригинала взято. И дальше. Крестовые походы. Не три их было, а одиннадцать. Одиннадцать. И сколько они, что сделали? На каком основании? Папа сказал. А если кто-то не согласен был идти, ну, допустим, а я не пойду воевать, крестовый поход, а и тердик наложен будет, а что такое? Запрещено будет совершать бесту, литургию. Ни один человек не причащается. Единственное исключение делалось для тех, которые говорили, хорошо, я пойду воевать, защищать гроб Господень. Ему тогда совершалось место, литургия шепотом. Вы вдумайте, что тут божественного есть? Не просто гордость, а сатанинская, суперсатанинская гордость. Гордость папства, так статья у меня называется. Вторая большая статья человекоубийство и ложь Ватикана. То, что я не расположен к ним, я эмоций никаких не напускал, а только одни документы. Найдите Крестному Православию здесь, заключите. Если вам надо, скажите, я готовый материал скину. Прямо сюда, вот сегодня. И вы увидите, что сделать ничего нельзя. Перед тем, как пришел Михаил Сергеевич Горбачев, 18 миллионов коммунистов. 18 миллионов! Банда, огромная банда. И покаяния никакого нет. Показывает, что они сделали с народом, как они уничтожали, срезали слой за слоем, класс за классом, священство, дворянство, казачество. Все уничтожали. Покаяния нету. Но даже Горбачев, который раскритиковал и привел к гибели этих, он-то тоже не принес покаяния, что он находился в этой банде. Супер банде. Покаяния не было принесено. Не было принесено покаяния православной церкви патриархии, которая сотрудничала с этой бандой, которая выполняла все, что они скажут. В то время было, кажется, 77 архиереев, не 350. Их, хризостом митрополит, который среди них был, да, я был так, он был иркутский, а потом виленский, литовским поставили. Он как раз рукополагал, который убит кришнаитом, Геннадий Михайлович Яковлев, это его епископ. Один, а вы, что молчите? Кажется, Андрей Кураев тоже, ну я был подписан, сказал, а что тут такого-то? А могут они отказаться? Не могут. За этим стоит не только карьера, а сама жизнь. Люди, которые ему доверились, они готовы зубами загрызти были. Теперь, вплотную подошли, штурмует Берлин. Я рассмотрел все до единого, думаю, что все, ну это, я не знаю сколько, но в общей сложности, думаю, сотни-две фильмов, документальных, мне не, художественные не интересуют, документальных, немецких, английских, все войны. Я ставлю, ищу, было ли покаяние у Адольфа Гитлера, что он сделал, или было ли у него раскаяние и в каком времени. Ну, выбрасывает, выбрасывает новое. Одна серия, 96 серий только идет. Нигде покаяния не было. А конец, я слышу, что говорит секретарь Юнге, которая у него была. И она говорит, я точно так же ждала последнее завещание, Дениса ставит вместо себя, назначает там какие, покаяния нету. Ну, почему не было, когда я с Венцем уже был, и, ну, я не знаю, сахалокост, 6 миллионов, не 6, ну, так принято считать. Задача была решение окончательного вопроса еврейского, со славянами та же. покаяния-то нету. Ну, почему он не покаялся? Такой умница был. И за развалин поднял страну. Я скажу, что у него два периода. Один, когда он просто для народа делал все, никого не угнетал. Другое дело, когда он как сатана в образе человеческом. Тот же самый вопрос туда. Ни у Сталина, ни у Ленина, ни у кого. Почему? Грань переедена. Возврат, не возврат, а точка не возврата, как говорят. Он понимает. Ну, допустим, я бы был там и сказал ему, ну, Вольф Мессинг сказал, что его ждет. Тот же уничтожит. Да он бежал там благодаря своему колдовству. Ну, это фильмы показывает Вольф Мессинг. Может быть, и не так. Это почему? Потому что это разное событие, а кто не дает покаяться, один и тот же дьявол. Покаяния нет. Хулана Духа Святого. Он взял на себя миссию Духа Святого, будучи Духом Сатаны. Покаяния нет. Нам непонятно это. Будем считать, там, 6 глава, 4 стих и далее послание к евреям. Для таковых нет, говорит, раскаяния, жертвы за грех, но некое страшное ожидание огня готово пожрать противников. Нет жертвы. Да как же, Господь же милостивый. Нет жертвы за грех. Вот и весь сказ. Читай там. И ответ здесь я искал, искал очень тщательно, искал целое десятилетие. И пришел к тому, что сначала уже знал. Я нашел просто подтверждение. Поэтому надо очень бояться, зная истину, за что-то цепляться, держаться за ложь. Ну, маленько не так где-то. Всякая полуправда есть ложь. Богу не нужна полуправда. Есть стихотворение. Я хочу полуправды, я не хочу полуверы. Я не хочу, чтобы струны в сердце без песни отмерли. Пусть же в горниле страдания все это сгорает. Вот это песнопение такое есть. Ответ один. Бойся. Если не покаетесь, все так же погибнете. У нас у православных положение ненамного лучше. Вот сейчас за Томас, какой дали, автокефалии я выставляю материалы эти. А выставляю, и как раз получается только то, что я сказал. Я не знаю, я не брал у Андрея Кураева. Ну, у него прям одинаково со мной. Чуть, говорите, недословно. У нас полное согласие. Это все игра политическая, средства, поток денежек, куда пошел. И все, больше ничего там нету. Ну, зачем это? Почему не дали Украине-то сразу-то свободу церкви ее? Нет, она что бы подчиняла здесь. А теперь, а теперь туда. Ну, и там они не будут долго. Им нужна полная свобода. Автокефалия. Ту свободу, которую Бог обещал. Итак, мы вернемся к Папе Римскому. Может ли он покаяться? Теоретически, имея страх Божий, может попокаяться прямо сегодня. А его нету. И он думает, что он святейший, думает князь. Ну, как можно думать, когда знают за собой такие вещи? Вот этот материал прочитайте. Кардинальскими шапками закидывали друг друга. Вот и весь ответ. все. Спасибо, Христос, еще вопросы задавайте. Довода разума здесь отсутствуют. Здесь только слезы, покаяние, и больше ничего не надо. Покаяние, постмолитва. Вот говорят, Папа Римский сейчас многим помогает, миллиарды, ну, у них там есть банк особый, сейчас говорят, закрыть хотят этот новый вот Франциск. Почему Патриарх Кирилл не пожертвовал ни одного миллиарда? Миллиардеры, самые жертвенные это в Америке там есть, он сразу пожертвовал половину состояния, это, кажется, 36 миллиардов долларов. Это ни одна страна может жить, не работая. Почему эти не жертвуют? Наше положение не лучше. И они в этом покаяния не приносят. А как у гнобили православных зарубежной церкви раскольники, раскольники там отбирали храмы, выбрасывали монахинь. Я еще когда в Америке был, это при мне тогда это все было. Соединились с израильскими полицейскими, там все, властолюбцы. Власть сатана не отдает никому. Сбросил с неба одну треть ангелов и продолжает здесь лютовать. Клевретов себе набирает. Почему? Гордость от дьявола. Люди говорят, а почему вот люди согрешают? При мудрстве Санмона написано «И завистью дьявола смерть вошла в мир». Завистью дьявола. Вот весь тут ответ в этом кроется. Отошел. Так у нас это на Украине сейчас происходит. Забирают, бьют все и храмы забирают. Пожалуйста, задавайте вопросы. Материала больше нет. Почему ты не закончил стихотворением Тюччего-то? Непонятно. Прочитай его. Виталий здесь нет? Калиникова Виталия нету? Нету его здесь. Нету. Ну, прочитай. Сергей там или кто там есть он? Игорь. Такое стихотворение там, как поэма. Это я подставил его туда. Оно относится к папству. Что, брат Игорь, прочитаешь? Ну, прочитаю, только ты там это, переворачивай. Давай. Костер сооружен и роковое готово вспыхнуть пламя. Все молчит. Лишь слышен легкий треск и в нижнем слое костра огонь предательский сквозим. Дым побежал, народ столпился гуще. Вот все они, весь этот темный мир, тут и гнетомый лют, и лют гнетущий, ложь и насилие, рыцарство и клир. Тут вероломный кесарь и князей имперских и духовных сон верховный, и сам он римский ирак в своей непогрешимости греховной. Тут и она, та старица простая, не позабытая с тех пор, что принесла крестясь и воздыхая вязанку дров как лепту на костер. И на костре как жертва пред закланием вам праведник великий предстоит. Уже обвеян огненным сиянием он молится и голос не дрожит. народа чешского святой учитель, бестрепетный свидетель о Христе и римской лжи суровый обличитель в своей высокой простоте. Не изменив ни Богу, ни народу, боролся он и был необорим за правду Божию, за ее свободу, за все, за все, что бредом назвал Рим. Он духом в небе, братской же любовью еще он здесь, еще в среде своих, и светил он, что собственную кровью, Христову кровь он отстоял для них. О, чешский край, род единокровный, не отвергай наследия своего, о, доверши же подвиг свой духовный и братского единства торжество, и цепь порвав с ее родствующим Римом, гнетущую тебя уж так давно на гусовом костре неугасимом расплав ее последнее звено. Тютчев 1870 год гус на костре отвергайся. Удачу Удачу отвергайся. Отвергайся. Продолжение следует... По большому счету у нас в России ни одного такого человека не нашлось, как Янгус Учехов. Один Филипп, и то все это не так громогласно было. Потихоньку задушили. Все-таки какие у нас ядовитые змеи все правители? Такой был человек, но только он не Евангелие, а старые обряды. Протопопа в вакуум, Петров. Ну да, да, это так. Это если в этом плане брать, да. Жаль только, что не за Евангелие. Так же сожгли его многосерийный фильм «Раскол» Николая Достоля, режиссера. Я Сергея хотел спросить, там дальше-то материала нету, разве я не послал вам? Как сегодня пытаются православные там бороться с ересью? Мамо Басил. Это в Грузии как? Я вот был там, когда в Грузии спрашивал, как он там. Если нет, то мне просто сейчас, я бы отвлекся, нашел его. Скинул материал. Сергей, займи чем-то, народ, пока. Прочитай кое-что из этого. Я сейчас быстренько найду и скину материал. Это полезно услышать. Там, с моими комментариями. Из чего прочитать? Ну что ж, ты считали здесь. Отхлынь назад, сантронись на 8. И потихоньку начни считать этот же материал. Спокойно, не торопясь. Продолжение следует. Не так давно у нас было занятие о Святом Миропомазании. Давайте еще раз его прочтем. Вера и добрые дела сами собою еще не вселяют в нас благодать Святого Духа. Они дают нам только право на получение дара Святого Духа. Римлянам 5 глава, с 1 по 2 стихи. И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божией. И подается в Таинствах Церкви. Деяние 8.12. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. 19 глава, со 2 по 6 стихи. Сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веровок? Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Слышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Что касается Корнилия, получившего Святого Духа раньше крещения и безруковозложения, то хотя Бог и установил общий порядок получения благодати через Святые Таинства Церкви, но по своей воле в исключительных случаях подает и необычным путем. Святые Апостолы получили Святого Духа в День Пятидесятницы в виде огненных языков. Иоанн 2 глава с 1 по 4 стихи. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, и внезапно садился шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И Корнилия Бог удостоил получить Святого Духа без возложения апостольских рук и раньше крещения, чтобы убедить наглядно и окончательно Петра, что во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. Деяния 10.35 Что из язычников открыты двери Церкви Христовой и спасения. Римлянам 3.29 Неужели Бог есть Бог иудеев, только а не язычников? Для язычников, Сережа. Не из язычников, а для язычников. После Деяния 10.35 Неужели Бог есть Бог иудеев, только а не и язычников? Конечно, и язычников. Не из язычников, а и язычников. То есть не иудеев только, но и язычники тоже могут спастись. Два четвертый стих. Над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Что Бог нелицеприятен. Это было особое чудо Божье. Римлянам 2 глава 14-15 стихи. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Священное Писание говорит о миропомазании. 1 Иоанна 2 глава 20-27 стихи. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. 2 Коринфянам 1 глава 21-22 стихи. Утверждающий же нас с вами во Христе, и помазавший нас есть Бог, Который запечатлел нас и дал залог духа в сердца наши. Фесянам 1 глава 13 стих. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, уверовав в него, запечатлены обетованным святым духом. Сергей, я приготовил материал, но я не могу его поставить здесь, потому что тут твой материал. Как это сделать, чтобы ты его как-то убрал, и я тогда сразу скину, и по нему поведешь занятия. Сильные статьи я когда-то писал для миссионеров. Все, я убрал текст, кидайте. Нет, что-то не это... Полодя, мне еще надо сделать тут, покажи, чтобы я зашел. Выйти из... Вот здесь? Да. Ну, еще. Отправить файл. Вот. Куда отправить? Вот, три точки дайте. Три точки? Вот она где вышла. Да. Ага, все. Отправил Сергей. Мама Василий, да? Да. Мама это по-грузински отец. Отец Василий. Эту статью я написал, ну, не знаю, так кажется, в больнице был. Так, получил? Да, читаю. О методах борьбы с сектантами. Крестоносец. То есть, здесь ответственность я несу за статью полностью. Тут ничего почти не брат, кроме есть в печати. А вот это, в кавычках, крестоносец, это что такое, крестоносец? Название статьи называется так. Читай. Дальше поясница. Кавычки открываются. Да. На встречу с еще одним противником западного влияния я ехала, дрожа от страха. Меня пугали, что во-первых... Подожди, не торопись. Это потихоньку так, с выражением. Меня пугали, что во-первых, он чокнутый, во-вторых, может побить меня крестом. Благословите, батюшка. Благословите, батюшка, сложила я руки. Православная? Удивился поп. Так это другой разговор. Мама Василий, отец Василий, бывший священник грузинской православной церкви. Он борется с заполонившими грузинскую землю, в кавычках, сектантами, свидетелями Иегова и баптистами. Почему сектантами, в кавычках, здесь взвято непонятно. Это статья, статья мирского человека, комсомольская правда. Не обращай внимания. Аня. В разоренной войной стране они работали, как гуманитарные организации. Раздавали вермишели, тушенку, открывали школы, молельные дома и, разумеется, вербовали адептов. Посчитав, что не было в церкви якшаться с чужими религиями, в 905 году мама Василия выступила по телевидению и признал не брать у сигнала гуманитарку. Кто-то что-то сказал, не расслышал. Грузинский католикоз, говоря мирским языком, наложил на отца Василия взыскание. Мамо Василия отлучил католикоза от молитвы, поминания главы церкви, обязательная часть любого православного богослужения. Автор. Заявив, что это не православный патриарх. Синод выгнал отца Василия из священников. Он перешел в греческую православную церковь. Вместе с ним ушло несколько сотен самых ревностных христиан. Сколотив ортодоксальную православную банду, мама Василия стал травить сектантов еще пуще. Именно не пускать их на собрание. Детели Иеговы пытались снимать Тбилисский дворец спорта, филармонию, всевозможные помещения в другие города Грузии. Всюду их встречала орущая толпа фанатиков. Если конгрессы все-таки начинались, мама Василии врывался внутрь и бил сектантов. Полиция стояла рядом и будто ничего не замечала. За семь лет мама Василия со товарищами избил 80 конгрессов и яговистов. Однажды ему стало известно, что в Тбилиси прибыл их контейнер. 12 тонн литературы. Соратника Попа отбили груз и сожгли его на кострах. Грузинская газета «Резонанс». Посмела написать о священнике что-то не то. Мама Василия пришел к редакции и заварил входную железную дверь электросваркой. Надо ли говорить, что популярность в народе у Попа бешеная. Десятого утром у меня была служба. И мой духовный сын вокруг церкви отца Василия настоящая служба наружного наблюдения. Автор видел, стоят машины и нас фотографируют. Я дал задание взять эти машины. Мама Василия вставляет кассету видеомагнитофон. Все, что происходит дальше, снято на пленку. Толпа верующих с ревом кидается к машинам. Две легковушки успевают дать по газам. Одну блокируют. Вытаскивают троих сидящих в машине парней и волокут их к церкви. Следующий кадр. Парни сидят на кровати голые. Мама Василия вытряхивает из одежды рацию, баллоны с газом, удостоверение полиции. Следующий кадр. Голых милиционеров снимает все тбилисское телевидение. Журналисты. Кто Вас послал? Опера. Каба Нарчамашвили. Министр внутренних дел. Автор. Что делать с ужасным попом? Грузинские власти не знают. Арестовать его невозможно. На улице без охраны он не появляется. Послать отряд спецназа? Поднимется волна общественного мнения. Молодец, священник, ржут тбилисцы. Пусть к нам чужаки не суются. Комсомольская правда. 10 апреля 2002 года. Как прокомментировать эту статью? Рано или поздно это должно было случиться и не в одном экземпляре, и не в одном месте. В церкви всегда находились ревностные служители, подобные Феодору Студиту, Максиму Исповеднику, протопопу Аввакуму. Если человек искренне верит, что существует Бог, вечность, истина, ад и рай, и Бог воздаст за ревность по спасению ближних своих, то человек должен приложить все силы по спасению ближнего, жертвуя даже своей жизнью, любым способом, совершенно невзирая ни на какие человеческие законы Конституции. Когда наступит вечность, не миллионы, а миллиарды будут вопиять и с кровавыми слезами упрекать тех, кто знал истину. Почему вы за волосы не тащили нас к спасению? Почему вы не били нас? Это все было бы забыто, но мы были бы спасены. Конечно, это все только при условии, что мы верим, что будет эта вечность, и человек с душой своей будет бесконечно во веки веков гореть, гореть и гореть в аду. И это горение никогда, никогда, никогда не кончится. Если серьезно, не понарошку верить в это, то отца Василия нужно хранить всей Грузии, как зеницу ока, и тиражировать его по всему миру и по всем нациям и народам. И на его примере учить младенцев, чтобы дух его ревности воспламенял сердца православных. Так поступали все пророки. И не только так, но они, заварив входную дверь, уничтожали всех до единого сектантов. До единого. Если хотя бы один сектант вырвался, один эритик и яговист спасся живым, то необходимо было тут же публично казнить полицейских и спецназ. Четвертая книга царств, девятая глава, первый стих. Елисей пророк призвал одного из сынов пророческих и сказал ему, «Опояш чресла твои, и возьми сей сосуд с елеем в руку твою, и пойди в рамов в Галаарский. Придя туда, отыщи там Иеуя, сына Иосафата, сына Намессиева. И подойди, и вели выступить ему из среды братьев своих, и веди его во внутреннюю комнату, и возьми сосуд с елеем, и вылей на голову его, и скажи, «Так говорит Господь, помазую тебя в царя над Израилем, потом отвори двери, беги и не жди». И пошел отрок, слуга пророка, в рамов в Галаарский, и пришел, и вот сидят военачальники, и сказал, «У меня слово до тебя, военачальник», и сказал Иеуй, «Да кого из всех нас?» и сказал он, «Да тебя, военачальник». И встал он и вошел в дом. И отрок вылил елей на голову его и сказал ему, «Так говорит Господь Бог Израилев, помазую тебя в царя над народом Господним, над Израилем, и ты истребишь дом Ахава, Господина твоего, чтобы мне отмстить за кровь рабов моих пророков, и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Изавели. И погибнет весь дом Ахава, и истреблю Ахава, очащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле, и сделаю дом Ахава, как дом Иеруваама, сына Наватова, и как дом Ваасы, сына Ахина. И из Авель же съедят псы на поле изрельском, и никто не похоронит ее». И забыл двигать, а сейчас не движется. «И отворил две, и убежал, и вышел, и уй, к слугам Господина своего, и сказали ему, «С миром ли, зачем приходил этот неистовый к тебе?» И сказал им, «Вы знаете этого человека, и что он говорит?» И сказали, «Неправда, скажи нам», и сказал он. «То и то он сказал мне, говоря, «Так говорит Господь, помазую тебя в царя над Израилем». И поспешили они, и взяли каждую одежду свою, и подослали ему на самых ступенях. И затрубили трубою, и сказали, «Воцарился Иейуй, и восстал Иейуй, сын Иосафата, сына Навесиева, против Иорама». Иорам же находился со всеми израильтянами в Раморе Галаадском на страже против Азаила, царя сирийского. Четвертая книга, царь, 10 глава, с 18 по 30 стихи. Так, секунду. И собрал Иейуй весь народ и сказал им, «Ахав мало служил Ваалу, и Иейуй будет служить ему более. Итак, созрели ко мне всех пророков Ваала, всех служителей его и всех священников его, чтобы никто не был в отсутствии, потому что у меня будет великая жертва Ваалу. А всякий, кто не явится, не останется жив». Иейуй делал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителей Ваала. И сказал Иейуй, «Назначьте праздничное собрание ради Ваала». И провозгласили собрание. И послал Иейуй по всему Израилю, и пришли все служители Ваала. И не оставалось ни одного человека, кто бы ни пришел. И вошли в дом Ваалов, и наполнился дом Ваалов от края до края. И сказал он хранителю одежды, «Принеси одежду для всех служителей Ваала». И он принес им одежду. И вошел Иейуй с Иоаннадавом, сыном Рихавовым, в дом Ваалов. И сказал служителям Ваала, «Разведайте и разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господних, так как здесь должны находиться только одни служители Ваала». И приступили они к совершению жертв и всесожжений. А Иейуй поставил вне дома 80 человек и сказал, «Душа того, у которого спасется, кто-либо из людей, которых я отдаю вам руки, будет вместо души спасшегося». Когда окончательно было всесожжение, сказал Иейуй скороходам и начальникам, «Пойдите, бейте их, чтобы ни один не ушел». И поразили их острием меча, и бросили их скороходы и начальники, и пошли в город, где было капище Ваалова. И вынесли статуи из капища Ваалова, и сожгли их. И разбили статуи Ваала, и разрушили капище Ваалова, и сделали из него место нечистот до сего дня. И истребил Иейуй Ваала с земли израильской. Впрочем, от грехов Иераваама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех, от них не отступал Иейуй, от золотых тельцов, которые в Эфилии, которые в Дании. И сказал Господь Иеую, «За то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над Довом Ахавовым все, что было на сердце у меня. Сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилева». Любимый в каждом православном народе грозный пророк Илья вообще без вступительного слова расправлялся с эритиками и лжепророками. Третье царство, 18 глава, с 38 по 40 стихи. «И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал, «Господь есть Бог, Господь есть Бог!» и сказал им Илья, «Схватите пророков Валовых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их, и отвел их Илья к потоку Кессону, и заколол их там. За всю историю мира известен только один случай, когда люди живьем вместе с женами и детьми всем своим хозяйством и с домами сошли в ад. Это было дело не человеческой руки, не просто ревности Моисея или отца Василия, но действия самого Сознателя, всемогущего Саваофа, Творца Вселенной Иеговы. Книга Чисел, 16 глава, 20 по 50 стихи. «И сказал Господь Моисею Аарону, говоря, «Отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение». Они же пали на лица свои и сказали, «Боже, Боже, Духа всякой плоти! Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество!» «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона!» «И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы!» «И сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам вместе во всех грехах их!» И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шитров своих, с женами своими и сыновьями своими, и с малыми детьми своими. И сказал Моисей, «Из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворил необычайное, и земля развернет уста свои и поглотит их, и домы их, и шатры их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». Текст, сдвинь, буквы, буквы, сдвинь, опять забыл. «Все, я сдвигаю, Игнать Тихонич, там у себя разбирайтесь. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и развязла земля уста свои, поглотила их и домы их, и всех людей кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли одни из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Иллиазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет медные кадильницы сожженных, и огонь выбросит вон. Ибо осветились кадильницы грешников, сих смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их при лице Господа, и они сделали со священными. И будут они знамением для сынов Израилевых». И взял Иллиазар, священник, медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника, память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который ни от семени Аарона, не приступал приносить курение при лице Господня. И не было с ним, что скорее мы сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея Аарона и говорило, «Вы умертвили народ Господень». И когда собралось общество против Моисея Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло его, и явилась слава Господня. И пришел Моисея Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисею Аарону, говоря, «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их в мгновение». Но они пали на лица свои, и сказал Моисея Аарону, «Возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника, и всып курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение, и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею, ко входу с Кинии собрания, после того, как поражение прекратилось. Точно так же крушили и уничтожали идольские капища святые в Новом Завете. Святой Авраами, Емелиан и другие. Смотри, симфонию на жития святых. Все эти новозаветные святые действовали абсолютно равнозначно, один к одному, как и ветхозаветные пророки. Но только не убивали собственноручно идолопоклонников и их жрецов. Но разрушение капищ происходило по их молитвам даже дуновению, как у святой Татьяны. В данном рассмотрении отец Василий поступает совершенно правильно, и он герой веры, как древний пророк, восставший над Грузией, возвысившийся до презрения временных человеческих законов и конституций. Но это все будет верным на сегодняшний день только при одном условии, без рассмотрения действий Отца Василия во свете Евангелия и деяний апостолов. Когда ученики Христова решили поступить так же, то они вдруг услышали от Христа, что одобрение от Него не получат. Оказалось, что они еще не под влиянием Нового Завета и ничего не поняли из того, для чего пришел Христос на землю. Евангелие от Луки, 9 глава, 51-56 стихи. Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников при лицом Своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение». Книга Откровений, 21 глава, 5 стих. «И сказал сидящий на престоле, «Все творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны». Это новое творится сегодня, и всюду и везде, на каждый ветхозаветный пример звучит, «А я говорю вам». Евангелие от Матфея, 5 глава, 22 по 44 стихи. «Ни один апостол нигде не поступал так, как мама Басилии. Таких поступков не обнаружено ни в Писании, ни в предании у последователей Христа, кто действительно был рожден свыше, кто был исполнен Духом Святым, в ком жил Христос». Тогда тоже были иноверцы и вертики. Деяние, 17 глава. «Апостол Павел не сокрушил жертвенник неведомому Богу, но воспользовался им и перевел на свою сторону. Это было несравненно выше, как говорит святой Иоанн Златоуст. И делает такое сравнение. Давид, видя Голиафа, поразил его. Апостол же Павел берет, как бы за волосы Голиафа, и переносит на свою сторону, и направляет его для борьбы с филистимлянами». Апостол Павел описывает свои страдания от гонителей, и при том постоянные, как жало в плоть. 2 Кринфянам, 12,7. А это есть гонители, по слову Златоуста. И нигде ни единого движения против них он не сделал. Случались наказания от апостолов только по их молитве, ослепления и даже умерщвления. Деяния 5 глава и 13 главы. Апостолы напоминали другим о злых делах противников, но не более того. 3 Иоанна 1,9. «Я писал в церкви, но любящий переносовать у них диатрев не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим и изгоняет из церкви». 1 Кринфянам, 5,5. «Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух спасен был в день Господа нашего Иисуса Христа». 1 Тимофея 1,20. «Таковы имена Александра, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». На такие контрмеры, как поступали апостолы Христовы, отца Василия явно не хватает. «Не тогда, когда он был в грузинской церкви, не сейчас, когда он перешел в греческую, не менее омертвелую церковь, чем обмерщенная грузинская». Так, ну вот время у нас вышло сегодня. Закончим, наверное, на сегодня. Еще много. Следующее занятие дочитаем. Я думаю, если немного осталось, то еще сегодня дочитать. Искушение решить столь важный вопрос, как уничтожение ереси таким способом, как отец Василий, было всегда чрезвычайно велико и постоянно повторялось в течение 20-ти столетий. Это инквизиция католиков, борьба с иритиками, неугодными и ведьмами около 12 миллионов оборванных жизней. И как апогеи всего подобного, великий инквизитор из братьев Карамазовых. Федора Михайловича Достоевского. Здесь описано, что когда приходит Христос, то кардинал Папа дает приказ арестовать его и разъясняет Христу, что он не нужен. И говорит Иисусу, «Мы исправили твой подвиг, мы царствуем без тебя». Метод отца Василия – это метод православных императоров, это фашистский метод патриарха Никона, уничтожение всех инакомыслящих. Святая, в кавычках, Русь без Христа, без его учения. Страшно читать про то, что когда император Константин и Василий, конечно же, никогда и не бывший равноапостольным, но во многом превышавший в разумении истины тогдашних епископов, воцарился и объявил христианство государственной религией, то православные архиереи, чудом оставшиеся живыми от гонений, со следами страшных пыток, тут же буквально на другой день пришли к самодержцу просить, чтобы Олес дал их указ, по сути, ничем не отличающийся от указов Диоклетиана. Арестовать всех еретиков и сопротивников и все капища разрушить насильственно. Нельзя представить, как некрещеный царь произносит те же самые слова, что и Христос своим ученикам. Не знаете, какого вы духа. Евангелие от Туки, 9 глава, 55 стих. Как он тут же предложил решить все свои вопросы на равных, за круглым столом, со своими противниками, учиться миссионерству, учиться вести диспуты на равных и ничего друг на друга не придумывать. Нетрудно представить, что внутри себя почувствовали православные по отношению к императору. Бог дал человеку великий и страшный дар свободы, и она особенно неприкосновена в вопросах веры. Отец Василий должен заняться образованием своей пасты, иначе получит точно такое же отношение к себе. Надо догадываться, что эти сектанты-благотворители сумеют разъяснить своим слушателям подлинный смысл поступков отца Василия и его друзей-послушников. Вот православие во всей красе. Они играют на низменных чувствах толпы, жаждущие зрелищ и новых амфитеатров. Они изъяснят, что сожженная литература, конечно же, была бы отдана им, и, конечно же, там были Библии и Новые Заветы. И ревнитель-крыстоносец будет показан как антихрист и войдет в историю как мракобес. Сегодня в разоренной войной стране вырвать кусок гуманитарного хлева, тушенки и лапши вермишели изо рта голодного. Поступки отца Василия сегодня видятся только так. Кому-то очень выгодно плодить сектантов, и проводится тщательно разработанная акция оболванивания народа, подталкивания его к сектантам, как это было с попом Гапоном в 1905 году или с Бен Ладеном в Америке. О, если бы отец Василий принес всенародное покаяние о своих поступках по телевидению перед патриархом Ильей, перед народом и перед всеми сектантами. Но подобное с такими ревнителями, как правило, не происходит. Отец Василий, начиная свою в кавичках миссионерскую деятельность, должен был бы сразу же примерить подобную смирительную рубашку от сектантов и прочих неправославных по отношению всех православных во всех странах по всей земле, а не только в Грузии. Как девиз нужно помнить нам наказ апостольского собора. Деяние 15.29 Воздерживаться от идоложертвенного и крови и удавленные блуда и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте. Будьте здравы. Московская патриархия пыталась с изменением закона о пресловутых 20-х годах пребывания вероисповедников на территории России создать сложности с регистрацией сектантов. Удовлетворил президент просьбу патриархии. Но на деле получилось так, что первыми перерегистрировались именно сектанты. И даже тоталитарные и сатанинские. Теперь православные жмутся к президенту и его представляют верующим, воцерковленным и, конечно же, православным. Нужна всем просвиренным связь с Югановым, с крепкой рукой придержащих их, чтобы они были, конечно же, только и единственны за патриархию и только за московскую, понимая, сергианскую, сталинско-бейевскую. И чтобы власти помогли громить сектантов через черные чертовы сотни, душить их окаянных, а самим погружаться во тьму, как пишет Александр Нежки, нежный православный писатель, понимающий в этом больше всех дворкиных подстрекателей против сектантов. Борьба с сектантами возможна только через превосходство их по всем параметрам. В учении, в обучении это истине всех, в активности, в благотворительности, в любви к Богу, к Слову Божию, к людям. И на обращение правителей нужно обращать внимание, но только не в подхалимаже, не в потакании властям, а через обличение их жадности, продажности, преступности и людоедствия. Быть самыми живыми воплощениями Христа. Действия священника по гражданским законам уже уголовно наказуемы. Если государственная власть зарегистрировала баптистов и других истов, то этим самым они их усыновила, взяла под свою защиту. Власти во всех отношениях должны быть невыгодно то, что делает запрещенный священник. Его, в кавычках, миссионерская деятельность этамина замедленного и направленного действия. Чувство безнаказанности, когда закон не действует, разлагает души. Это было уже и в истории. Опричнино разгул НКВД. В России. Что? В России это было, а ты говоришь в истории. Это было уже и в России. Разгул НКВД православный, все эти уроки проходили. Православным не нравится, что их гонят на Украине, что они отнимают храмы друг у друга. Уже не сектанты, а различные юрисдикции. Зло выборочно не бывает. Подручным священника все время нужно быть в форме, разузнавать, где будет очередное собрание сектантов. В орбиту своего действия втягивать все новых помощников, тем более сейчас, когда в Грузии присутствуют уже представители НАТО, то есть те самые баптисты. И не могут они не сообщать своим и свою печать об этих эксцессах. Сегодня у подрученных Василия срабатывает дикарская психология, определение того, что есть хорошо. Хорошо, когда я отниму у соседа дом, корову, жену. Плохо, когда сосед отнимет у меня дом, корову, жену. Первый этап деятельности дяди Васи скоро закончится и начнется второй. Рубиловка в буквальном смысле уничтожения, снайперы, фугасы, отравления, похищения и все это во имя Христа. Это погружение во тьму уже закончилось, все их действия от начала до конца несут отрицательный минусовой характер. Но если его, этого ревнителя благочестия не поддерживают архиереи священники открыто, то в большей части только потому, что страх потерять то, что они имеют, приход, теплое местечко удерживает их. Но идейно не осуждая действия своего собрата попа, они уже готовы из своей среды выдвинуть своего Тарквемаду и Савонаролу, если этот будет ликвидирован. Мне приходилось несколько раз быть в грузинских храмах и встречаться с патриархом Ильей Вторым. Духовное образование в грузинской православной церкви ничем не отличается от украинской и московской патриархии. Миссионеров, благовестников нет совершенно ни одного Духовная пустыня самая настоящая языческая страна. Народ утопает в суевериях, а тот, кто имеет веру, такую, какую принял князь Владимир, под старость лет забиваются в горы. Василий и его команда общество с ограниченной ответственностью. Достойные сыны, законные дети, а не подкидыши своей церкви. Таких очагов в кавычках ревности в православии уже сегодня может быть несколько. Здесь совершенно нетрудно прогнозировать события. Это движение от дьявола, а он есть лжец и человекоубийца. Подобные примеры заразительны, ибо почва для распространения это язвы, благоприятные в России. Это очень легко, без затруднений переходит в шовинизм, русофобию и иудофобию. Сектанты одолели караул, кричит священник в ужасе священном. Воссел на паперти на самый жидкий стул бомбардировщик от ножа чеченца. Они еретики нахально лезут на нашу каноническую плесень. Мы против них Христов нальем железных, весь типикон против сектантских песен. Воздвигнем по границам крестный ход, иконам чудотворным дать дорогу. Мы не сектанты, мы всегда в обход, у президента выпросим подмогу. Ударим в колокол набатный и тревожный, огнями свеч сумеем устрашить. Мы обуздаем некрести, сдаваться нам негоже. На заказной молебен последние гроши. За нас история, традиции и мощи, им ли с Библией без нашего предания? Мы, как на небе днем еси и ночью, с подпиткой полнокровной питанием. Но что же мало нас в непраздничные дни, куда же вы подевались прихожане? остались мы с поломщицей одни под ризами тюремные пижамы. Не слушайте сектантов, их гоните и не верите помощи от них. Сам дать вам не смогу ни крошки и ни нитки. Гуманитарных мы не дарим книг. О, батюшка, иди ученики к баптистам, иеговистам, и мормонам, и не считай чужие синяки. Оставь все хлюпания и ахания с просона. Сосуд свином священного писания да столкованием святых отцов. Сумеем стать не свиньями и псами, не запираться от сектантов над осов. 24 июня 2002 год Игла Натя Лапкин. Помолимся. Достойно есть окола истину Блажить Дитя Богородицу Присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога Нашего честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим без истоления Бога Слово Родшую сущую Богородицу Тя величаем. Помолитесь, Игнать Тихонович. Любящий наш Непестный Отец, Мы предстали перед Велищем. О Тебе не сокрыто ни внешнее, ни внутреннее, ни настоящее, ни будущее. Благослови нас быть истинно Твоими учениками. Ты творишь все новое, сотвори и в нас то, что по заповням Твоим евангельским. Мы ожидаем Твоего прихода. Приготовь церковь к всему. Научи нас всегда совет держать с Тобою. Тебе Господи слава за все, Отец Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Слава Христос. На следующее занятие Игна Тихонец скиньте в чат, что будем проходить, пожалуйста. Теперь что это сказать о тебе? Там посмотреть надо в четвертом томе с кем как беседовать. А то из третьего можешь начать пройти этот полный курс как образовать общины. Я вас прошу скиньте в чат сюда, я почитаю. Выберите два варианта пособия по изучению Ванги от Марка. Но там не надо торопиться, чтобы все участвовали, приготовились. Вот для всех тогда скиньте пожалуйста вам задание сюда в этот чат. Хорошо, я понял. Благодарю. Спасибо Христос, братья скиньте. Продолжение следует...